Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проезд открыт. Реконструкция моста на «Оборонной» завершилась на полгода раньше намеченного сроком. По сути, подрядная организация построила новый объект, который отвечает всем нормам безопасности. О торжественной церемонии открытия расскажем прямо сейчас. Серпухов, улица «Оборонная». Глава муниципалитета Дмитрий Жариков, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, строители, жители города, в ожидании торжественного момента. Еще минута. Мост на «Оборонной» открыт для движения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была проделана огромная работа, связанная с проведением проектно-изыскательских работ и непосредственно с проведением строительных мероприятий. Огромное спасибо строителям, которые выполнили взятые на себя контрактные обязательства с опережением более чем на полгода. Мост закрыли летом 2016-го после проведенной экспертизы. Специалисты оценили состояние переправы как аварийное. Движение легковых автомобилей, общественного транспорта и большегрузов было опасно. После визита в город губернатор Андрея Воробьева из бюджета Московской области на реконструкцию объекта выделили порядка 570 миллионов рублей. Софинансирование из городской казны составило почти 30 миллионов. Сегодня мост отвечает всем нормам и требованиям, унаснащенный частными сооружениями и современной системой освещения. Очень важная работа для города, очень важный объект. Восстановлена транспортная доступность и одной, и другой стороны города. Реконструкция моста началась еще в феврале 2018-го. Во все это время подрядная организация «Мостотряд-99» работала с опережением графика. На объекте в круглосуточном режиме трудились более 150 человек и несколько десятков единиц техники. Сюда были присланы лучшие кадры, которые закончили строительство Крымского моста, автодорожной части, и тут выполняли поставленную задачу. С поставленной задачей подрядная организация справилась на отлично. Протяженность мостового перехода составляет порядка 700 метров, ширина почти 20. Пропускная способность – 45 тысяч машин в сутки. Перилы изготовлены из специальных нержавеющих композитных материалов. Специалисты заверяют, этот мост прослужит долгие годы. Первая колонна автомобилей стартовала еще вчера, сразу после открытия моста. Терпуховичи ждали этого события с большим нетерпением. Я живу в районе Западной, и постоянно вот эти пробки в 6 часов с утра на работу ехать просто было нереально. Постоянно все стояло. Я вчера с аплодисментами ехала обратно, если честно, потому что 2,5 года ждали этого, наконец-то это случилось. Вчера просто был праздник, вот честное слово. Меньше чем за год специалисты установили 4 опоры пролетного строения, смонтировали металлоконструкции, осуществили 6 надвижек. Соединили берега, укрепили откосы, обустроили ливневую канализацию. Полностью заасфальтировали переход и подъездные пути. Нанесли разметку, установили светофор, дорожные знаки и систему видеонаблюдения. По сути, был построен новый мост. Заключение о соответствии техническим требованиям объекту выдал главгосстроенадзор Московской области. В Серпухове продолжается распределение земли для многодетных семей. Сегодня в администрации прошла жеребьевка по четырем участкам, расположенным в районе деревни Акулова Серпуховского района. Площадь каждого не менее 1000 квадратных метров. Это земельные участки из приобретенного массива. В 2017 году в администрации города был куплен крупный земельный участок, затем разделен на земельные участки под многодетные семьи. На этих участках коммуникаций нет. На следующий год запланировано обеспечение инженерных коммуникаций, транспортной доступности и электроснабжения. 318 многодетных семей Серпухова уже получили земельные участки. В ближайшее время их предстоит выделить еще 220 семьям. Декады по личному приему представителями партии «Единая Россия» продолжаются. Вопросы молодежной политики обсуждались вчера в центре «Патриот». Встречалась с жителями главный эксперт управления по работе с молодежью администрации Серпухова Юлия Толкушкина. Напомним, что мероприятия в рамках декады посвящены 17-летию партии. Вопросы были самые разнообразные от вопросов трудоустройства, вопросов ЖКХ, вопросов адресной помощи. За неделю в общественную приемную местного отделения партии обратились свыше 80 человек. Прием ввели глава города, секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жариков, депутаты городского совета Московской областной думы, глава Серпуховского района Игорь Ермаков и глава поселений. В дополнительном офисе на Ворошилово-32 жителями встречались юристы. Озвученные вопросы взяты на партийный контроль. У Серпуховичей еще есть возможность рассказать о своей проблеме. 1 декабря, в день рождения партии, прием будет вестись с 10 до 17 часов на Советской. 61 дробь 10. С жителями встретятся руководители исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Халычева и руководители фракции «Единой России» в городском совете депутатов Николай Пушкин. Дважды отличный юбилей отмечает школа номер 17. В истории этого образовательного учреждения много интересных страниц и ярких имен. Тысячи выпускников получили достойный багаж знаний и навыков, необходимых для дальнейшей жизни. Сегодня на торжестве в честь 55-летия собрались гости учителя учащейся. От главы муниципалитета Дмитрия Жарикова и комитета по образованию педагогам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Как отметили в школе юбилей в репортаже моей коллеге Алисе Кенфеевой. Рассматривал черно-белые фото и ищу знакомые лица. Подруги Людмила Иванова и Ольга Колоскова пришли учиться в 17-ю среднюю в 63-м году. Как только школу построили и открыли. В кабинетах тогда еще пахло краской. Сегодня вспоминают, как вместе с одноклассниками они сажали деревья в Комсомольском парке, как ходили в походы и как дружили. Фотографии здесь мы не нашли свои, но тогда, наверное, особо не было моды фотографироваться. В 67-м году закончили, и вот Оля принесла нашу фотографию класса 8-го А. Мы были очень дружными. У нас учительница была наша Тамара Михайловна Милютин. Она сам везде ездила, в походы ходила. Мы очень довольны были нашим учительницей, учителями здесь. Пирожки в нашей школе, питание у нас было, хороший физкультурный зал. Ну, все как-то новое. Все было очень, тем более новые, все свеженькие. 17-ю школу закончила и Светлана Гринкевич. Сегодня она временно исполняет обязанности директора. Уверена, что все в жизни не случайно. С этим образовательным учреждением у нее своя неразлучная история. Работала год пионер-вожатой, потому что не поступила с первого раза в институт. И сразу по окончании института я вернулась в родную школу. И сейчас я работаю уже 25 лет в этой школе. То есть, если 25 плюс 10, это уже 35 лет только монастаж. В этой же школе учились мои дети. Сегодня в 17-й школе более 800 учеников, 44 учителя, способных решать практически любую задачу. Творческие и активные. Надежда Романова преподает здесь немецкий уже 40 лет. Ее опыт бесценен. Найдет подход каждому ученику внимательно к деталям. Наверное, постарели и школа, и я. А дети? Дети всегда одни и те же. Всегда хорошие, всегда милые. И они нас радуют. Программы стали очень сложные, требования очень сложные стали. Ну, жизнь такая. Свой 55-й день рождения 17-я средняя встречает в кругу друзей, выпускники, коллеги, родители, почетные гости. Слова поздравлений, пожеланий, почетной грамоты и благодарности. Море цветов. Я от лица главы городского округа Серпухов Дмитрия Вячеславовича Жарикова поздравляю вас со столь значимым юбилеем. Для меня сегодня большая честь находиться в этом уютном, по-домашнему уютном зале. Потому что мои дети, вот старший сын, учатся, продолжают учиться в 17-й школе. И я не понаслышке знаю, какие здесь работают люди, какой здесь работает педагогический коллектив. Люди, которые любят свою работу, которые любят своих детей. Юбиляра красят не годы, а заслуги. За 55 лет школа номер 17 прошла большой интересный путь. От восьмилетки до полной общеобразовательной. Очень скоро здание будет расширено, появится новая пристройка. Желающих учиться здесь каждым годом становится все больше и больше. Так что 55 – это возраст мудрости, расцвета и профессионализма. Мечта отмечает красивый полувековой юбилей. Сегодня детский сад номер 45 принимает поздравления от главы муниципалитета, коллег и своих воспитанников. Мечта цвета неба. В этом уверены воспитатели и воспитанники детского сада. Поэтому сегодня все в одной цветовой гамме. И на одной волне, с горящими глазами и прекрасным настроением. Принимают поздравления, танцуют, дарят цветы и много улыбаются. 45-й детский сад всегда на протяжении всей своей жизни, по крайней мере, сколько, я знаю, образований, уже около 30 лет, наверное, где-то лет, но чуть меньше, всегда являлся именно флагманом дошкольного образования города Серпухово. Именно здесь начинались новые интересные проекты. Именно здесь они продолжают свою реализацию и сейчас. Это дошкольное учреждение было построено заводом «Металлист» в 1968 году. Рассчитано оно было на 110 мест. Сегодня в мечте 180 малышей, заботятся о которых 15 педагогов. Почти три года садом руководит Татьяна Терехова. У нас много различных изюминок. У нас две логопедические группы. У нас детки логопедические поступают в школу и социально адаптированы. То есть они без речевых дефектов поступают. Сегодня в музыкальном зале на торжестве почетные гости коллеги из других детских садов, ветераны педагогического труда. 45 лет педстаж Марины Петровой. Признается, все самые главные воспоминания в ее жизни связаны с мечтой. Помнит каждого ребенка, гордится дружным коллективом. Моя жизнь была связана вот именно с этим детским садом. Я росла здесь, училась, стала хорошим педагогом. Дети мои здесь росли, получили образование. Внуки мои здесь росли. Ну как не радоваться? 30 лет мечте работает Людмила Кудрявцева. Сейчас воспитателем логопедической группы. До сих пор в памяти тот первый день, когда она зашла к детям и поняла, что готова отдавать себя им ежедневно, способна вкладывать в них знания и жертвовать своим личным временем. Чужих любишь больше, даже чем своих. Своим столько времени не уделяем. А здесь целый день, 12 часов работаем. Поэтому любим и родителей уважаем. Детство – самые незабываемые страницы в жизни каждого человека. Если на этих страницах вписаны имена добрых и внимательных педагогов, то и следующие главы будут наполнены теплом. Серпуховская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отмечает свое 35-летие. В честь знаменательного события в молодежном центре «Патриот» прошло торжественное собрание. Активистов поздравили представители администрации Серпухова и района, районного совета ветеранов и депутаты областной думы. И снег, и ветер, и слез ночной поет, Меня мое сердце тревожную даль зовет. Наши дорогие ветераны, беспокойные сердца. В зале собрался костяк Серпуховской организации, который трудится на благо ветеранов города и района 35 лет. В адрес юбиляров прозвучали самые искренние слова благодарности за неоценимый вклад в общественную жизнь и вручены благодарственные письма от имени глав городского округа и Серпуховского района. Разрешите по поручению от лица главы города Серпухова Женкова Дмитрия Вячеславовича поздравить вас с 35-й годовщиной образования вашей ветеранской организации. Пожелать вам счастья, здоровья, благополучия. Пожелать вам хорошего настроения, не стареть душой, быть всегда на позитиве, приносить нам много пользы, для наших деток приносить пользы. В архиве организации хранится протокол собрания ветеранов войны под номером 1 от 22 ноября 1983 года. В 1991 году к ним присоединились ветераны труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. В 61-й первичной организации числилось 38 тысяч ветеранов-пенсионеров, тысячи из них – участники Великой Отечественной войны. Сегодня ветеранов войны осталось 160, первичных организаций – только три. Самая большая из них на заводе «Металист». Но, как и прежде, Серпуховская ветеранская организация входит в десятку самых активных, социально значимых и опытных в регионе. Мы отметили 30-летие ветеранского движения в целом, в стране, в Подмосковье, в прошлом году. А вы уже отмечаете 35-летие. Вы у нас авангард. Поздравляем вас с этим юбилейным событием. Работу ветеранской организации поддерживает администрация городского округа Серпухов и Министерства социального развития. Культурно-досуговый и образовательный центр «Дом ветеранов» стал знаковым местом для пожилых людей. Здесь развлекаются, учатся, проводят встречи с социальными работниками. Мы соцзащита, мы рядышком. Если что, приходите, мы сюда вам поможем и помогаем. Поэтому вот хочется тоже вас поздравить. Хочу поблагодарить за дружбу, за ту тесную дружбу, которая сложилась исторически между нашим советом ветеранов и между Серпуховским городским домом ветеранов. Сегодня Серпуховский совет ветеранов работает по четырём основным направлениям – культурно-массовое, спортивное, социально-бытовое. Большую военно-патриотическую работу проводит лекторская группа. В лице председателя Эрны Кузнецовой Серпуховская общественная организация ветеранов награждена почётной грамотой областной думы и знаком за труды. За активную жизненную позицию, большой личный вклад, дело патриотического воспитания подрастающего поколения, ветераны-активисты награждены почётными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. Техника на месте не стоит. Сегодня помимо индивидуальных общедомовых приборов, которые помогают жителям платить за тепло и горячую воду, по факту можно устанавливать также автоматические системы. Они контролируют, а главное регулируют температурный режим в каждой квартире. Эти умные системы создают для проживающих оптимальный микроклимат и, что немаловажно, экономят семейный бюджет. Подробности в нашем следующем сюжете. В микрорайоне Нагина квартиры Высотки оснащены не только индивидуальными приборами учёта потребления горячего до снабжения тепла. В одном из подвалов новостройки расположен образцово-показательный, современный индивидуальный тепловой пункт. Здесь имеется необходимое оборудование для создания идеальных условий проживания, рассказывает Владимир Бузин, начальник тепловой инспекции Серпуховской теплосети. Первым это счётчик на входе. То есть только пришло тепло в дом, сразу становится счётчик, который считает, сколько же пришло. Он посчитал и расход, и температуру, и калории, за что расплачиваются люди. Потом идёт регулятор. Это регулятор механический. Его настраивают один раз. Потом идут электрические регуляторы. Это дает больше тепла, меньше тепла. Это по отоплению. И точно такой же регулятор с левой стороны, он по горячей воде. Жители этих многоэтажек могут быть спокойны. За соседа, потребляющего ресурс, больше нормы они не платят. В квитанциях им выставляют суммы, согласно показателям, которые фиксируют счётчики. Индивидуальный и общедомовой. К тому же здесь уже имеется прибор, который контролирует температурный режим в квартирах, согласно погоде. Он счётчик, и он показывает фактическое потребление тепловой энергии. Эта тепловая энергия разбивается на каждую квартиру, в зависимости от квадратных метров. И человек получает квитанцию, согласно площади своей квартиры. Как он может платить больше? Сегодня уже очевидно, что счётчик помогает экономить деньги, воду и тепло. А вот те, кто не установил его действительно, вынуждены платить за ресурс, потреблённый другими. Исходя из показателей общедомового счётчика, объём израсходованной воды или тепла раскидывается на число зарегистрированных жителей. Соседи автоматически платят за те квартиры, где проживает больше, чем зарегистрировано. Выход один. Ставить индивидуальные счётчики и не зависеть ни от кого. Единственное, о чём нужно не забывать жителям, то, что у приборов имеется гарантийный срок службы. И по истечению времени его необходимо проверить на эталонной системе. Его снимают, отвозят в аккредитованную лабораторию, где подключают к нему эталонный прибор и сравнивают показания фактические и эталонные. Если они бьются, то прибор считается исправным, даётся сертификат ещё на 4 года. И согласно этому, каждые 4 года надо его производить, эту поверку. Сегодня специалисты Серпуховской теплосети рекомендуют устанавливать, помимо индивидуальных счётчиков учёта и современное оборудование, контролирующее температурный режим в каждой квартире в зависимости от погоды. Это более точное потребление, более точный учёт. Прибор показал, дальше вот им жарко, им не нужна такая температура в квартире. Что делать? И можно, конечно, убавлять в каждой квартире отопительные приборы, прикрывать. А можно просто установить автоматическую систему, которая всё измеряет, сколько на улице, и убавляет, или прибавляет. Всё. То есть люди уже ни отношения к этому не имеют, они только в комфортных условиях себе находятся. Такое заботливое оборудование сегодня установлено и успешно работает более чем в 50 многоэтажках города. Чтобы население по достоинству смогло оценить это новшество, важно проверку прибора проводить в летнее время. Работа с населением, выезды и обследование объектов, потребляющих тепло, составление актов, приём в эксплуатацию жилых домов – это будни сотрудников тепловой инспекции. Сегодня количество жалоб на микроклимат в квартирах серпуховичей значительно снизилось. В последний день осени в парке имени Олега Степанова установили новогоднюю ёлку высотой 6 метров. Атмосферу торжества также создаёт праздничная иллюминация и светодиодные фигуры. Наряжается ёлочка, она у нас приобретает новый вид в этом году. Мы делаем всё в одном таком красивом стиле, поэтому приходите, я думаю, всем очень понравится. 1 декабря в 18 часов в городском парке состоится областная акция «Зимний парк». Зажжётся и праздничная иллюминация, и гирлянда на новогодней ёлке. Для детей будут организованы катания на лошадях и игры с аниматорами. Чтобы отдыхать весело и с пользой, в Серпуховском районе открыли 6-й детский городок по губернаторской программе. Горки, качели, карусели и разнообразные тренажёры украсили один из дворов деревни Донки. На празднике по случаю радостного события присутствовали почётные гости. Этого момента Донковская детвора ожидала с нетерпением. Клуба в деревне нет, и детям особенно заняться здесь было нечем. Поэтому подарок губернатора современной многофункциональной детский городок пришёлся как нельзя кстати. С радостным событием жители поздравил глава Серпуховского района, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Ермаков. Все договорённости соединены. «Единая Россия» проконтролировала установку всех детских спортивных площадок. Как уже сказали, сейчас эта площадка шестая. Теперь ваши родители будут спокойны за ваше времяпровождение на воздухе и на природе. 11, 12, 13. Вот такие увлекательные состязания можно здесь проводить. Посмотреть на первых чемпионов двора пришёл Мишка Косолапый. Юным спортсменам из его лап было особенно приятно получать призы. Настроение у ребят отличное. «Мне понравилась горка позначенная, две горки и вот этот вот тренажёр. Мне всё здесь понравилось. Тут очень круто». Многофункциональный детский городок, судя по всему, станет любимым местом отдыха и юных жителей деревни, и их родителей. «До этого ничего не было. Ходили там одна песочница, двое качель на весь двор. Спасибо большое, что сделали. Всегда бы так всё у нас быстренько делалось». «Такая замечательная площадка – это радость для всех. К сожалению, мы немножко так обижены вниманием, но надеюсь, что изменится всё. И всё-таки площадка вот эта станет центром детским, где они могут отдохнуть, повеселиться. Родители спокойны, что дети заняты. И нам, учителям, как-то проще и спокойнее знают, где найти детей. И мы теперь всех ищем здесь, на площадке». Подобные городки подарок губернатора в этом году получили в каждом поселении Серпуховского района. И это только начало. «В следующем году, 2019, будет устанавливаться ещё больше таких вот современных детских спортивных площадок с уклоном для занятий не только маленьких, но и старших подростков». В Раменском прошёл турнир по самбо среди юношей 2008-2010 годов рождения, посвящённой 80-летию самбо. Участие в нём приняло более 120 спортсменов из Москвы и области. Борцы спортивного клуба «Русский медведь» завоевали три золота. Давид Овсецин, Мухаммад Газдиев и Роман Бадалов. Ибрагим Газдиев стал бронзовым призёром турнира. Все юноши занимаются у Павла и Михаила Касатовых. Магазин белорусской кухонной мебели «Зов» подготовил для своих покупателей новогодние скидки и предложения. В атмосферу кухонного рая погрузилась и моя коллега Инна Шейнина. Кухня здесь повсюду. На любой вкус и кошелёк. Производитель – белорусская фабрика «Зов». Не так давно магазин переехал с Ворошилова 127 в более просторное помещение в цокольном этаже торговых рядов. Хозяйка магазина охотно рассказывает о современных тенденциях в производстве мебели. С фабрикой «Зов» Серпуховский магазин сотрудничает уже 12 лет. Я предлагаю кухню из линейки современного дизайна. Это крашеный МДФ. Фасады красятся фабрикой в любой цвет. Из линейки «Рал». То есть это и глянцевые фасады, и матовые фасады. Можно сделать кухню из двух цветов, из трёх. То есть кому какой дизайн нравится. Обтекаемые формы и фигурные фасады кухни добавляют ей оригинальности и делают более удобной. Большие ящики оснащены доводчиками и имеют плавный ход. Кухня привлекает и оригинальности выполнения барной стойки. Необычно сделанной барной стойкой, в которой мы можем разместить варочную панель и готовить вот в этом шикарном большом пространстве. Если кухня в вашей квартире не слишком велика, это не причина отказывать себе в покупке. Профессионалы помогут разместить на маленькой площади кухонную мебель и утварь в соответствии с вашим желанием. Мы с такими проектами удачно работаем. И я уверена, что если вы придёте в наш салон, мы нарисуем вашу кухню вместе с вами. На мебель фабрики ЗОВ предоставляется гарантия 5 лет. Фасады кухни выполняются из пластика, акрила, окрашенных древесно-волокнистых плит, массива дерева, ясеня, дуба, черешни. В салоне мебели фабрики ЗОВ можно приобрести и кухонный стол, и влагостойкую столешницу, и уголок. Уважаемые покупатели, в преддверии новогодних праздников мы ждём вас в нашем магазине и предлагаем вам скидки на столовые группы, на кухни и каменные столешницы. Нашим постоянным покупателям готовы оформить рассрочку прямо в нашем магазине. Хорошего вам настроения! На кухне мы проводим больший отрезок нашей жизни. Здесь мы готовим, собираемся за общим столом и даже принимаем гостей. Гораздо приятнее общаться и создавать кулинарные шедевры на кухне вашей мечты, которую можно приобрести в магазине ЗОВ. А на сегодня это всё. Далее прогноз погоды. А сразу после выпуска новостей смотрите программу «Не уроки», подготовленные участниками проекта «Школьное телевидение». Следите за новостями на нашем сайте. На официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok